люди прошу вас потише потише войны пусть сгинут во мгле аист на крыше аист на крыше мир на земле поется в знакомой нам всем с детства песни аисту славян считается священной птицей символом благополучия и хранителем домашнего очага а еще аист является одним из символов беларуси люди верят если аист поселился рядом с домом это хороший знак аисты создают пару на всю жизнь и после гибели одной из птиц вскоре умирает и вторая также они очень полезные птицы защищают зеленое насаждение от многих сельскохозяйственных вредителей таких к примеру как майские жуки саранча личинки и другие аисты не строят новые гнезда обустраивают старые эти птицы чрезвычайно привязаны к своему жилищу и предпочитает не переезд а ремонт аисты строят гнезда диаметром до двух метров и весом более 200 килограмм но иногда помощь человека требуется и самим аистом большие гнезда ввиду их возраста размеров и большого веса зачастую после зимы находится в аварийном состоянии делающим невозможным проживание как самих птиц так и представляющим опасность для проходящих мимо людей транспорта с такой ситуацией в начале весны столкнулись жители улицы горка в городе пружаны большое гнездо у дороги в котором много лет живет пара аистов сильно накренилась на опоре и практически могло упасть на землю в любой момент и разрушится неравнодушные местные жители полюбившие этих красивых птиц приносящих радость как взрослым так и детям обратились за помощью к директору филиала роббрист энерго пружанские электрические сети депутату пружанского районного совета депутатов александру усику в кратчайшие сроки проблема была решена квалифицированные специалисты филиала пружанские электрические сети с использованием подъемной техники и специального оборудования усилили основание на которой опиралась гнездо добавив дополнительное крепление выровняли гнездо предотвратив тем самым опасность его обрушение поступило обращение граждан что по улице горка в аварийном состоянии находится гнездо аиста она представляла опасность как для жителей таких для окружающей среды вы выехали и сделали свою работу хоть это не свойственная нам работа но мы всегда готовы оказать помощь гражданам примечательно что восстановительные работы были произведены еще до возвращения самих птиц и когда через месяц крылатые жильцы вернулись в свое родное гнездо они даже и не подозревали какую помощь им оказали небезразличные люди и теперь местные жители и прохожие вновь с восхищением наблюдают за этими красивыми птицами а дети радостно шумят увидев парящий низко в воздухе большой знакомый силуэт пройдет еще немного времени и из гнезда покажутся головы любопытных птенцов которые удивленными глазами будут смотреть на окружающий мир и людей в добрососедстве с которыми будет проходить их дальнейшая жизнь и